здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня у нас в гостях но профессии представители с одной стороны редкой профессии с другой стороны профессия которая ну по крайней мере большинство наверное через нее проходили с точки зрения участников процесса потому что у нас здесь студии воспитательницы люди которые воспитывают и еще не просто воспитать это первый наверное воспитатель который встречается на нашем пути в такой в маленькой еще жизни это воспитатели детского сада детского дошкольного образования да можно так сказать у нас гостях вера петровна большакова воспитатель детского сада елочка мы так называем потому что там очень длинное правильное название со всеми названиями я имею ввиду буквами аббревиатурами но как сказала вера петровна всю жизнь работала детском саду елочка а вся жизнь это 53 года трудового стажа практически сколько я живу столько веру 60 лет вообще стоять сейчас будем об этом говорит будем идти на рекорд прям сегодня в программе ну и татьяна юрьевна ефремова воспитатель тоже детского сада елочка который у вас какой стаж у меня семь лет семь лет уже целых семь лет я даже не представляю себе вот первый вопрос вера петровна у нас здесь есть и медали у нас здесь есть и даже не знаю как это сказать это книга рекордов такая а мы сейчас все покажем но все-таки работа с детьми столько десятилетий это же я себе не представляю как как вы вообще сможете с ними управляться вы знаете очень даже хорошо они меня так любят а я без них жить не могу а чем берете то ведь надо же наладить мне родители говорят гипнозом когда первый раз столкнулись работы первый раз я пришла в семидесятом году благодаря своей старшей дочери потому что раньше детских садов не хватало а так как у меня было образование педагог начальных классов учитель вот мне предложили ребеночка возьмем и вы будете работать вот как вот я с этого и я поняла что я не учитель а я воспитатель а в чем разница ой здесь такие здесь такие золотые и когда они приходят маленькие к тебе три годика с честными глазами ой с чистыми полая но и плачет там все и капли все по-настоящему ой а вы знаете и вот увидев их берешь вруч в руки их они к тебе прижимаются головеночка трясется у них и думаю господи такое ощущение как многодетная мама становится да да вот есть до многодетная мама я так понимаю что татьяна юрьевна сегодня у нас представитель молодого поколения и вы как наставник и наставница можно так сказать да а вы когда пришли в детский сад опять-таки дети тоже сказали дадим место если нет нет здесь совсем другое я до этого проработала главным бухгалтером очень долго так что 96 года да и у меня началось ну как закончила у меня экономическое образование и поэтому потом я пошла бухгалтером много было всяких мест у меня и довольно таки долго тоже там работала и в конце уже достигла определенного бухгалтера но как говорят современности сначала у нас достигне образования потом работу место потом уже дети да потом уже у меня семья моя семья очень стала большая трое деток и все они были практически подряд у меня погодки поэтому настоящий экономист да да вот как говорят это за пятилетку до запечатали до пятилетка славных дел да да так вот и получилось так что когда надо было уже устраивать деток в детский сад мне предложили ну я настолько хотела быть с ними вот и мне предложили место нянечки ну проявив себя через год мне предложили место воспитатели как раз у веры петровна освободилась вот так получилось да девочка ушла и вы стали я под крылышко вербит рога да она мой прям наставник наставник из наставников и они прям можно много что но мы сейчас и будем говорить но во первых конечно же вот принципе можно было бы программу закончить сейчас дай потому что после пару вот даже короткое выступление веры петровны сразу понятно уже не надо спрашивать как это что это и так далее просто вот человек говорит я абсолютно с вами согласен что мы забываем иногда я спрашиваю людей вы вы с какого себя возраста помните он начинает кто-то с пяти кто-то с трех кто-то с двух но в среднем до три года где-то начинает человек чет соображать а до этого периода я я говорю мы живем так мы хотим мы сообщаем родителям о себе какими-то звуками криками и так далее да а родители бегают с такой радостью говорит пока ковра счастье стук вот это же момент жизни когда абсолютно беззаботные действительно глаза прозрачные и вот дальше наступает период воспитания тут убери детский сад или просто человека воспитателя наставник у нас год до педагога наставника вот убери его и уж не знаешь как эти замечательные прозрачные глаза могут превратиться во что-то совсем другое именно во что-то поэтому от воспитателя зависит очень много у меня вот такой вопрос за эти 53 года стажа вам никогда не хотелось поменять профессию идти сказать себе не могу не хочу никогда а что это все мое вы знаете вот иду на работу так иду на работу открывая только в открывая ворота или там калитку да и если со всех сторон качать и вера петровна идет вера петровна вальзам такой бальзам до меня никуда никогда они переманивали то я никогда я не меняю своим даже держать это самое раньше зарплата были маленькие да но я никогда не изменил у меня еще есть такая статуэточка мне подарили за то что я не изменил свою профессию как-то красиво написано но то есть вот татьяна все-таки как экономист изменила экономическом она осталась пройдется в семье экономист это хорошо но пошла именно как воспитатель я хочу сейчас показать нашим телезрителям вот этот уникальный документ красивый сначала про прочту что здесь написано потом покажу рекордсмен самая продолжительная карьера в должности воспитатель дошкольное учреждение 53 года достигнута большаковой верой петровны россия москва то есть 1 января 2023 года реестр рекордов россии вот посмотрю посмотрите на этот замечательный документ честно говоря я вот сейчас думаю и пытаюсь высчитать свой стаж смогу ли я хотя бы где-то там дойти до половины его но у меня вот такой вопрос вот вы когда получили этот замечательный но это такая профессиональная икона я бы даже сказал в данном случае в такое слово применил какие были ощущения какие верилось мне во первых не верилось это раз и я очень так сказать то нервничала я даже не ожидала что вот так можно отметить отметить меня да знаете если вы каждый день отмечали вот каждый день до нас бы вся стена наверно уже было бы когда вот меня это сам честовали в дыка у нас в коренева даже я не видела потому что я переживала все как что и как а присылали когда видео даже все весь зал стоял и хлопал но для меня это было что-то то есть и приятно и приятно и стеснялась и татьяна скажите вот все-таки вера петровна это человек который сумел пройти через такие эпохи да да и сохранить любовь к профессии что невероятно какой-то свой собственный стержень а что сегодня такой молодой воспитатель потому что даже всех вокруг ругают нас все говорят дети к ну как обычно нации дети дети такие родители не хотят заниматься воспитатели не подготовлены и дальше школа плохая вузы плохие но есть такие разговоры вот что такое сегодня молодой воспитатель продвинутый ну конечно сейчас внедрение у нас как это новых да ну новых с разных технологий вот конечно у нас есть это и кт мы работаем на разных оборудованиях такое как это сказать скажите как есть по простым мы работаем на проекторе рассказываем дети мы включаем работаем с интернет-пользователем но который выборочно то что по ним конкретно подходит до под нашу программу под на под наше планирование пропад наши занятия фильмы смотрели до на стенках на стенках это все входит уже сейчас во всю работу программу и это интересно детям потому что дети сейчас современные им нужно развиваться сказки к подстраиваться по данным способом и за домой не приходят видят одно детское другое да поэтому надо чтобы это был плавный переход конечно но основа стержень все тот же самый остается да и того же с тех же самых как сказать образовательных начал до кажется всех но все то что вкладывается в ребенка на первом этапе вот тут вера петровна давайте мы все таки вы у нас сегодня такой главный герой второй части мы покажем еще медали награды которые есть у веры петровны я думаю что татьяна верна со мной согласится что это главная героиня сегодняшний грамм и прямом смысле этого слова герой вы узнаете об этом второй части как вообще ваша творческая вот потому что работа с детьми то творческая работа как все началось вы что-то заканчивали как мы сами учились вы свой детский садик помните я никогда не ходил в детский сад никогда у нас мамы было очень на десять ну мало четверо нас было и мама была дома не работала один папа работал и мы не ходили в детский сад но у меня желание всегда было быть учителем начальных классов и мы даже всегда игра играли табуреточки у нас бумажки карандашики я учитель вот зрение даже испортила из того что у подушки очки одевала я учитель вот вот так и я закончила педагогическое юрюпольское педагогическое училище вот дальше не пошла причине там семейных да нет ладно семейных по семейной и а потом вот когда столкнулась я дочку устроить и пошла вот и меня взяли воспитательным вот это я поняла что я я проработал два года учителем а раньше как все учителя все школ в школах учителя были за этот класс были заняты не брали молодых там старенькие работали да вот туда ткнулась туда и нигде а потом когда вот уже предложили мне воспитателем я с большим удовольствием вошла есть над спасибо сказать что не пустили вас в итоге нет да не пустили вот это вот мое вот это мое хорошо сейчас мы сделаем небольшую паузу напомним что у нас гостя аксионе вера петровна большакова уникальная на своем роде воспитательница слова воспитательница такое грандиозное они же разные бывают мультфильмах то воспитательница в жизни они вот такие должны быть вера петровна воспитательница детского сада елочка 53 стажа и 53 года стажей татьяна юрьевна ефремова продолжатель дела которая тоже наверняка до 70 точно стаж должна дожить просто обязаны так сделать сейчас сделал небольшую паузу и вернемся узнаем чем сегодня могут наградить воспитатели детского сада и это реально вообще напомню что эта программа открытый диалог с нами здесь в студии вера петровна большакова воспитатель детского сада елочка мы так его называют сейчас у нас название всех учебных заведений дошкольных и школьных и высших довольно сложные вот чтобы время сэкономить но тем более что вера петровна сказала что так он назывался детский сад и всю жизнь в елочке всю жизнь в елочке и татьяна юрьевна ефремова тоже воспитатель детского сада молодое поколение и напомню что речь идет о 53 53 летнем стаже я так понимаю мы еще идем на какой-то рекорд за то есть мы пока остаемся мы работаем родители выбирают между молодой воспитательницы или опытный я так скажу вот как раз у нас сложился такой тандем что они уже ну конечно здесь предпочтение верли до у нее уже идут к ней династиями то есть там росятся да они мало того они даже стараются как-то подготовиться к моменту чтобы вот именно попасть в группу квер петровне я имею ввиду рожают так да вы что я проще одним словом вот это пацанете воспитатель детского сада для которого рожают детей вот это фантастика я уже хотите еще вот и скоро дедушки и бабушки уже пойдут кого или уже идут дедушки нет внучки правнучки уже и ходит правнучки да нормально понимаете вот давайте мы сейчас посмотрим у вас есть награды их вроде как и немного но воспитатели детского сада как правило и нет наград только награды наверное дети которые запоминают родители а у вас есть с чего начнем вот у меня первые награды ветеран труда так вот давайте прямо покажем чё нам стесняться советского советского союза когда получили до восемьдесят седьмом году с 1987 год как давно до отдали вот такую нам медаль и что сказали когда дали носите здоровье радуйтесь что-то к медали по медали никогда ничего не давали ничего ничего вот но вот сейчас как это что-то доплачивает пенсии ведь уже хорошо тогда вторая медаль как а вторая медаль у меня это за медаль за доблестный труд который я получила в 70 лет вот давайте мы тоже подержим ножка за доблестный труд до 70 лет в 70 лет уже отработав 7 лет после этой медали и вот глобально такая большая вот такая медаль у меня это за то что я стала рекордсменом что для вас награды ну приятно естественно приятно то что вот ник не ценит а как сказать увидели за и труд заметили мой труд да а как вот сейчас например если воспитатель обычно люди же иногда но опять же требуют детский сад школа все все для них должны работать как может например сегодня родители если ему нравится воспитатель или нравится учитель школы куда-то написать что-то сходить не жалобу а именно наоборот сказать вот мы хотим чтобы у нас такой есть да у нас есть а у нас есть как это называется сайты сайты и родители родственники какие-то нам хорошие пожелания тогда на них реагирует общественность она у нас раньше общественность нам какие-то дам подарки дел денежки выделяем а сейчас не выделяют а ну пока выделяет но выделяем что услышат что денежки все-таки нужно выделять потому что честно говоря ну я скажу так что понимаете одно дело чек может проработать очень много лет и если его не получить не нет я даже не к тому просто когда ты чувствуешь что вот для человека это вот есть люди которые рождены для того чтобы работу для того чтобы жить а есть люди которые живут для того чтобы работать понимаете вот это две больших разницы вот мне кажется что может быть я не прав вот вы наверное относитесь ко вторым для вас работа это очень вот поэтому я никогда не уходила сколько бы я не получала сколько бы она не было это мою это моя жизнь то есть вы там себя я там себя я там это живу я там живу хорошо меня такой вопрос еще татьяна юрьевна скажите пожалуйста а какой сегодня родитель чего он требует от воспитателя как вот идет разговор я помню что может мне так кажется но моя мама и папа как-то всегда очень ревностно нет наоборот очень спокойно как бы не было такого вот что вы там делали ну я вроде как был такой спокойный гробки на спокойные вот сейчас они требуют что-то говорят вам что надо так так давайте мы его петю потеплее чтобы он не заболел мы всегда работаем с родителями у нас постоянно с ними общение контакт и мы всегда слушаем ну больше мы исходим от ребенка также как до 1 его ребенка это это в принципе это самое центровое поэтому мы делаем так чтобы было ребенку хорошо и мы слушаем и как и родители нас слушают как ребенку что-то же ваши родители посоветовали не обратите внимание же тут он также мы обращаемся к родителям как вашему ребенку будет лучше мы всегда к ним прислушиваемся какой сейчас родитель конечно они все заняты конечно они сейчас все в работе не считаю что они вам отдали ребенка и все и сняли с себя груз ответственность может быть там как по работе да но они но родители есть родители ребенка детей они всех своих любят ценят и я не знаю боготворят да я имею ввиду вот конфликтов нет ли это в основном она в школе начинается да когда вот мой ребенок у нас не приходит не дали нарисовать или там не знаю тарелку супом или забрались но такие вещи это же такое можно мы похвалимся давай да что у нас никогда не было конфликтов у нас начальство всегда наше говорит учитесь в шестой в группе котята работать с родителями а мы не знаем как работать с родителями то само собой получается то есть это получается как бы тройной контакт вы создаете ребенка конечно понятно что ребенка могут быть желания и мысли не совсем соответствующие воспитательному процессу то есть как-то корректно его конечно направить что ему еще самое понравилось на потом вы общаетесь с родителями иногда понимаете чего уж там греха то есть что с такими родителями это будет сложно но надо деваться до меня куда-то про и конечно есть родители которые стресс такое слово адекватно и черных греха тайда с которыми как бы быстро решается вопрос который доверяют раз они пришли в школу тем более в детский садик и отдают ребенка поэтому нету такого тупикового периода все 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 вместе вот эта такая атмосфера шар такой воспитательный у меня следующий вопрос вера петровна вы наверно знаете ветеран труда что последнее время многие пытаются воспитывать детей дома не будет где ну я не беру сейчас по каким-то может быть причинам чисто человеческим а принципиальная позиция но берут воспитателей ну нянечка понятно воспитатели со стороны одного-второго языки все как положено даже в школу не отправляют ребенка а он даже сам домашний вот как вы считаете это правильное направление думаю неправильно ребенок всегда должен в коллективе жить почему они друг от друга учатся и плохому и хорошему нам главное вы выделить вовремя хорошие естественно плохое мы маленечко сглаживаем сколько сейчас вот у вас приходит ребеночек сколько лет вот сейчас мы статья на юрьевна выпускаем в школу а вот этот процесс выпуска в школу они же с одной стороны хотят школу они же думают что они взрослые хотя когда уже в школу сходили пришли захотели уже в детский сад обратно совсем все по-другому вот какая сейчас помощь оказывается если какие-то шефы что там с питанием следят ли за питанием но вот эти вопросы которые наверное мы татьяне юрьевне этот вопрос адресуем потому что ну всем папа и мама жених когда они нас как контроль какой-то есть да со стороны органов всяких которые занимаются конечно за нами следят это учреждение да вы за кухни за всех да за нашими процессами следят как мы проводим занятия как мы общаемся с ребят с детьми все за нами следят от комиссии какие-то приходят или как это работает да у нас есть методист и обязательно и комиссии приходят к нам да ну а больше у нас конечно есть методист нас наталья алексеевна очень хороший методист она вера потом есть такой вопрос тоже наверно вам задавали на его адресует уже безусловно любимчики есть были как любимчиков они знаете как как сказать у меня все любимчики я и любимчиков могу ругать пожурить и пригладить запоминается то шелуны наверно больше очень запоминается что они немножко нестандартные а вот бывает такое чтобы к вам подошел какой-то уже взрослый человек и сказал здравствуйте вера петровна нет 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 как это сказать то постоянно постоянно о вера петровна это вы я говорю я а что горит постарела нет нету хорошо выглядеть а вы полно вспоминаете вспоминаю я всех детей вспоминаю я их всех люблю и всем привет передаю как вы считываете даже через какое-то время а вы знаете а мне кажется они даже не меняются они все похожи они мамы и папы бабушки не меняется вот сейчас привод вот сейчас у нас девочка со мной у нас в группе она папа я выпускала а теперь они с большим с большой охотой захотели к нам в группу вот только к вам только к вам и вот сейчас она у нас мы ее в школу выпускаем хорошая девочка это значит у меня бабушка приводила то есть это мама приводила сына сын теперь привел свою дочечку ну и ждите еще правда очень много у меня тоже есть правнучка ну я тоже заработала правнучка себе но эти это такой эфир который вот даже хочется молчать просто вас слушать потому что от вас идет такая энергетика и на каком-то этапе я вдруг подумал что мне очень тоже хочется вернуться в детский сад приходите на вашу группу видите не попасть придется подключать какие-то связи завершая наш эфир сегодняшний вот начнем с татьяны юрьевны как вы считаете детский сад по-прежнему сегодня такая важная история или может действительно дома до домом обойтись до школы дотянуть как-то и все нет это очень важно для детей потому что они только там социализируется они там в детском саду действительно в коллективе они многому учатся сами от друг друга они учатся как быть ближе к друг другу потом все нужно жить до людей нас крайне же вертиной вам такой вопрос в завершении вот как вы считаете когда начинается человеческая характер в школе начинается и знаю там после армии например или все-таки в детском саду детском саду а как это уже видно некоторые характеры у нас можно увидеть от родителей идут похожие а вы даже это считано вы же можете если что чуть-чуть есть если мы направляем сглаживаем до его наоборот расширяем да у нас есть такие ребятки которые вот боятся как будто всего а с южные такие да а мы их чтобы они раскрылись и вот конечно они раскрываются ближе к подготовительной группе как вот сейчас у нас мы сразу видим о так раскрылась до как она стихи красиво читает потом смотрите уже и выросла и выросла это если стала до ну что коллеги хочу сказать коллеги потому что все мы в какой степени занимаемся воспитанием я вузе преподаю и от того что начнется детском саду потом через школу и придет вуз зависит очень много вера петров мы хотим вас поздравить с тем что вы есть всех нас поздравить с тем что в течение всей нашей программы вот этот лучезарное какое-то такое состояние я прям помолодел честно именно помолодел с точки зрения детского сада начал вспоминать чего этом дело так далее она же знаете как по жизни раз и вырезал этот кусок да тем более что были какие-то наверное там и конфликтные вещи вспоминать самое лучшее мы хотим вас поздравить с этим вашим хотел сказать с победой но рекордсмен с рекордом идем дальше на рекорд потому что нам больше нравится цифра 6 например 6065 но в общем 100 что у меня 6 до 0 тогда 70 вот вера петровна большакова воспитатель детского сада елочка и татьяна юрьевна ефремова коллега вера петровна воспитатель наставник можно сказать наставница люди которые сделают все возможное чтобы на самом раннем этапе заметить человеке человеческое спасибо вам большое всего доброго спасибо продолжаем работать это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко всего доброго до свидания